Начинается. Слышал, что они любят в Африке, когда людей снимают, возмущаться начинают. Здесь тоже мадам сразу начала возмущаться. Чел рядом с ней просто посмеялся. В общем, ребят, съемки здесь крайне трудные и опасны, кстати. Ну, просто можно без камеры остаться. И тогда вообще съемок не будет. Поэтому буду снимать осторожно. Будет меньше материала, но зато материал будет более интересный. И теперь время постоять немного больше. Сапариком, чтобы купить местную сим-карту и оформить платежную систему Эмфеса. Сим-карта куплена. Эмфеса установлена. И теперь внимание самое интересное. Когда вы зайдете в личный кабинет Эмпесы, то увидите там такое окошко. Называется Эмпеса Глобал. Заходите туда и там, сюрприз, ваша банковская карта. Кенийская. Ее нельзя назвать полноценной, потому что это не пластик. Но! Ей можно оплачивать покупки в интернете, покупать билеты, оплачивать международные сервисы. Я, например, эту кенийскую виртуальную карту использую для оплаты Нетфликса по местным африканским тарифам за стандарт 4 доллара в месяц. А я еду заселяться в свой постоянный дом в Анаэробе. А вот он едет. Матата. 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 Это прям культурно-транспортное достояние Кении. Они раскрашивают автобусы. Этот еще как-то просто довольно-таки раскрашен. Устанавливают внутри крутой звук, свет. Плейстейшн даже ставят. И выполняют функцию развлекательного машинного такси. Устанавливают. 4. 4. 4. 6. 5. 5. 5. 6. 6. ну видите все серьезно охрана нормальная сразу бросается в глаза пластик собираем молодцы вот такой на аэроби вообще шикарно пустики подстрижены все хорошо надеюсь спортплощадка есть у нас встречает Продолжение следует... 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 какая-то поляна в общем вот этот столик с двумя стульями один сейчас дальше стоит они на фотографии на Airbnb размещают таким образом что у покупателя складывается впечатление как будто бы этот столик во дворе именно твоего домика на самом деле это супер общий столик стоят эти апартаменты 340 долларов в месяц через Airbnb ну что, а теперь можно поехать продуктовый закупиться продуктами такая чудно ухоженная территория здесь буквально за 5 минут на такси стоимостью 80 рублей доехал до ближайшего супермаркета и вот такой набор продуктов на несколько дней в сумме в сумме это около пяти тысяч рублей если кого-то интересуют цены на конкретные СКЮ, на конкретные продукты пишите в комментариях отвечу и отдельно хочется отметить этот ананас он весит 2 килограмма 340 грамм и цена этого ананаса 170 рублей по акции вчера вот здесь около двери оставил пакет со своими вещами для стирки вот присыпаюсь а футболки висят уже сушатся это значит что приходила клининг леди так называют женщину которая стирает вещи Доброе утро и того этот дом стоит 340 долларов в месяц на Airbnb коммуналка включена интернет включен Netflix не включен в одном углу пчел маленький улей вот они мед делают а в другом углу прям сразу смотрим живет вот такой товарищ ночь каждое утро он тут тусуется сначала боялся меня часто уже боится но уже меньше не сразу забегает в свою норку а чуть погодя застеснявшись объектива видеокамеры многие многие знают что в Африке у девушек пользуются популярностью парики так вот они стирают вместе с вещами вот мадам повесила какие-то штаны носки платки и вешает свои косы сушиться фига себе у нее много волос там вот выжила ну видимо так проще чем с настоящими волосами для нее или не знаю вот кто мне объяснит почему так популярны здесь я спрашивал у одной подруги почему популярны она говорит так проще так проще чем возиться с настоящими волосами нет выжили в в в в в в в Продолжение следует...